В 1989 году я взяла в аренду у консервного завода маленькое кафе «Минутка» и заключила с ним долгосрочный договор на 14 лет с правом выкупа после окончания срока аренды. Мы занимались реализацией продукции консервного завода, но после приватизации консервного завода во время перестойки кафе перешло в собственность госимущества республики. Я в законном порядке выкупила это здание, получив лично в руки письмо согласия от тогдашнего министра госимущества Юзбекова и передала его директору ОАО консервного завода Абдулазизову Гирею, что он и подтвердил на судебном заседании. Заключила с ним договор купли-продажи, внесла в кассу консервного завода 25 тысяч рублей за это помещение. На тот момент, кроме меня, никто не претендовал на это здание. При совершении сделки также присутствовали представители госимущества Магомеда Хнурмагомед, который занимался этим делом. Впоследствии я оформила зеленку на здание, получила кадастр и продолжала пользоваться, платить все налоги земельные и все остальные, чем я пользовалась. Но в декабре 2016 года мне пришла повестка в суд с иском о выселении меня из этого помещения. Впоследствии в суде выяснилось, что за всем этим стоит мировой судья селения Харабудахкен Хамурзаев Магомед, пытающийся осуществить рейдерский захват этого помещения, пользуясь своим служебным положением и своими связями. В этой среде дело попало к федеральному суде города Буйнакска, который родом тоже из Харабудахкента, в Агидову. Мы знаем в городе, что они очень хорошие друзья, близкие товарищи. Ну, наверное, не просто так это дело было передано тоже в Агидову. Суд длился полгода. В процессе выяснилось, что мои документы из рекпалаты исчезли. До сих пор их не могут найти и на суд они не были представлены. Хотя в журнале регистрации входящих документов я зарегистрирована под 127 номером и зарегистрированы мои документы на Чкалово 9, все это там есть. Записи регистрации на Хамурзаева числится совсем под другой гражданкой. Все свидетели подтверждают, что я являюсь хозяйкой этого помещения. Все 28 лет я работала там и работали сотрудники, и все это подтвердили на суде тоже. Также выяснилось, что директор консервного завода Абдул Азизов через полгода после заключения договора со мной о передаче помещения мне подписал договор купли-продажи судья Карабудахкента Хамурзаеву. По договору, в котором не указан, даже по договору, который у Хамурзаева есть, даже не указан объект продажи, не считая всех остальных действий явно мошеннического характера. Мы не ожидали от судей Вагидова объективного судейского разбирательства, так как они являются друзьями, близкими друзьями. Мы заявили на суде об отводе в суде Вагидова, но он отклонил наш отвод. На все предъявленные мною доказательства принял решение в пользу своего друга Хамурзаева. Мое обращение в редакцию связано с тем, что я уверена, что судья Карабудахкента Хамурзаев Магомед будет и дальше через свои связи и положения стремиться осуществить задуманную им рейдерскую схему захвата и отъема у меня этого помещения. Закону приобретенного мной. Хочу, чтобы общественность знала, чем занимаются друзья-судьи в нашей республике. Для нас была новость, когда в конце 16-го года, через 28 лет, ни разу к нам никто не подошел, ни разу не сказал, ни хану не сказал. И он успел уже перепродать это помещение другому, подставному своему лицу, его сына-дружок, ему успел это продать. Он принимает, он приходил, его вызывали, он якобы у него купил, на что, когда ему задал мой адвокат вопрос, вы видели это помещение? Он сказал, я видел с улицы. А вы заходили, смотрели, нет, не заходил. А как вы купили, что вот, не посмотрели, любую вещь человек, когда покупает, тем более помещение. Мы же там работаем, надо же зайти, посмотреть, сказать, ну а я покупаю, что-то делаю. Ни разу он не подошел. Так же и на суде он заявил, что он не заходил, он с улицы посмотрел и вот так вот, ну, купил. А за какую сумму? Ну, он говорит, что он за 25 тысяч рублей купил. Но несколько раз вызывали с Реппалаты представителей. Они один раз пришли, сказали, вот, мы не можем найти, будем искать. Им дали еще время, они дальше на следующее заседание пришли, не принесли никакие документы. Хотя я в журнале регистрации зарегистрирована. А Хан Мурзаев зарегистрировал, он вообще под чужой фамилию зарегистрировался. Номер регистрации у него 315 в журнале регистрации, а это совсем частная собственность. На Костемировского 28 женщина живет, это Емодов. По другим адресам вообще, считай, он договор купли-продажи заключил на чужой дом, но не на это помещение. Но у нас судья не слышит это. Очень много доводов и адвокат мой привел, и все. Ну, просто не слышат, и все. Не хотят слышать. Он говорит, он мой друг, он не может им отказать ни в чем. Вот такой вот судья. Он сказал, но не мне сказал, а кому он сказал, мне сказали. То есть он передали через него? Да, передали. Вот последнее заседание у нас было 19 числа. Все мои 28 лет назад заключенный договор купли-продажи отклонили, недействительный. Вадидов вынес решение, что все договора купли-продажи, все документы какие, все недействительные, абсолютно. А то, что Хан Мурзаев сделал, за столько лет, один раз Хан Мурзаев сам должен был, если он добросовестный покупатель, он же должен был подойти и сказать, вот я купил это помещение, все. Ну, потому что это все было сделано незаконно, поэтому он, видимо, не приходил. Но даже все сроки давности прошли. Через 28 лет. А судья отменяет решение исполкома, то, что мне выделили эту землю, что мне выделили землю под это помещение, что мне все это выделено. Все отменяет судья Вадидов. А на каких основаниях? Какие причины? Ну, как вам сказать, на каких основаниях? Ну, не на каких. Не на каких. Потому что оснований никаких нет. Потому что он его друг. Потому что он его друг, и он делает другу. Перед последним заседанием он пришел туда к нему. За несколько часов до заседания приходит. Ну, наверное, обговаривает свои дела. Хан Мурзаев. Хан Мурзаев. И мы же друзья. И когда я, это все я знаю, у меня же там тоже люди работают, я же тоже все вижу, слышу, город маленький у нас. Когда я сказала судье, он мне спросил причину, почему бы я сказала, вы его близкий друг. Вы не можете рассматривать это дело, потому что у нас близкий друг, а я вам никто. Конечно, в любом случае, какие бы я доказательства ни привела, он все равно все подвел так, что все переходит к Хан Мурзаеву. Ну, а Хан Мурзаеву, и там у Салат Гирееву, которого он подставное лицо нанял. Ну, а потом, наверное, опять у него заберет, потому что все так делается. Вот чем у нас занимается в городе Буйнакский Суити. На это здание, кроме меня, с первого дня, как это здание построили, никто его и не брал. Там такое место было, вы знаете, само помещение было захолустье, заброшенное. Это сейчас немножко там это, ну, пристройку сделали, все. Ну, хорошо, когда на вашем месте кто-то что-то пристраивает, вы хотя бы должны поинтересоваться, дорогой человек, вы что здесь делаете, это место мое, вы что здесь строите? Ну, вот за 28 лет ни один человек не подошел. И вдруг в конце 16-го года меня в суд вызывает. Я, конечно, удивилась. Ну, а вообще это место, где оно в центре города, там на окраине, насколько оно раскручено? Ну, я сейчас вам скажу, там у нас, это центральная улица, Чхалова считается центральной улицей. Ну, там уже, там многоэтажки стоят, рядом прям с нашим помещением. У нас небольшое место, там у нас небольшое место, ну, видите ли. Ну, я это, почему, например, спрашиваю, ну, то есть это как бы лакомый кусочек для коммерсантов, для там... Ну, наверное, да. Раз ему захотелось, понравилось, наверное, именно в структуре города. Да. Сколько вот он? Ну, да. Это же центр. Это же центр. Да. Угу.